Ну и так. Хорошо. Те, кто помнит, что такое козор близко к козору Александера, найдите ее. Вы замечаете, да? Все меньше и меньше прицельного внимания мы уделяем этому. Все меньше и меньше я замечаю вот таких посадок. Практически уже никто так не садится. Но зато я меньше замечаю вот таких посадок. И таких протиристы уже, ну, по крайней мере, не редуцировать. Вы перестали травмировать свой позвоночник настолько, чтобы засталивать его вертикальным усаживанием, усаживанием тела удара. Все чаще у вас что-то так, оно появляется среднее между совсем уж точным исследованием и прошлым негодным игнорированием этого. Поза похожая на физиологическую, ровная спинка, ровная голова. Все помнят про хвост, ну, где-то там, да. А теперь представьте себе, что вы будете выступать перед аудиторией. И сделайте с этой позой что хотите. Вот вам перед кем-то выступать, перед какой-то аудиторией. А ноги можно перескать? Что хотите. Я хочу, чтобы это было ваше положение, да. Мне, если вы замечали, да. Если вы замечали, я не всегда, да, вот так вот перед вами стою. Не всегда. У меня тоже вот так могут стоять ноги, но, может быть, не так сильно. Но я нахожусь в состоянии, в котором мне легко с вами общаться. Все нашли такую позу, да? Хорошо? Отлично. А теперь представьте себе, что перед вами будет большая аудитория. Ну, для каждого своя большая. Для кого-то это стадион. Для кого-то 50 человек. Представьте свою аудиторию. И давайте сделаем простую вещь. Как правило, когда мы собираемся куда-то выйти, перед какой-то аудиторией у нас возникают или возникали все равно в теле какие-то реакции. Я даже называю это зажимом. Ну, вот у меня нет зажима перед выходом на аудиторию. Но здесь свое тело еще свободнее, совершенно точно было бы полезно. Вы помните, да, тело и что? Мозг, да, составляют одну единую систему. Поэтому давайте сделаем наше любимое упражнение. Моя вот так вот, да? Это чтобы вывести на сознание те зажимы, которые будут познавать. Поднимаем все руки, поднимаем, поднимаем. Потянитесь туда, подожди, потянитесь. Вы можете встать на носочки. При этом держите в голове, чтобы вообще с выступать перед тем, да? Вот где-нибудь там за кулицей в комнате. Или в соседней комнате. Поддержите эти руки. Теперь вернитесь на пяточки. Вернитесь. Немножко можете подниматься взад-вперед. Ну, а держа руки. Держа. Хорошо. А теперь давайте осыпаются кисти, киппечи, руки, голова, все тело. Повиси. Повиси, ели, собрались, хорошо. Молодцы, молодцы. Все почти правильно, только головку нужно в последнюю очередь. Правильно, все. Собрались. Теперь лицо. Лицо, которое нужно привести в порядок, чтобы разговаривать хорошо, а не вот этим образом. Здравствуйте, товарищи. Давайте я сделаю простую вещь. Кстати, рекомендую. Если у вас там будет зеркало где-то, перед тем, как выступал, подойдите к детству. Что нужно при нем сделать? Покрыться. Обязательно покрыться. Обязательно. Почему? Это поддерживает, потому что значимость. Я такой важный, да? Особенно, когда девчонки красивые, да? Вот там макияж соответствующий, все дела, да? И вдруг вот такая подходит королева в церковь, начальник. Вот такой идеал. И очень значимо, сразу ниже, и легче с этим выступать. Поэтому обязательно нужно погремастничать, и обязательно включить в это гримастничание нижнюю челюсть. Вы помните, да? Давайте теперь разобьем, разобьем ладошки. Тепло, тепло, тепло. Тепло. Давайте сюда. И опускаем. Эй, опускаю. Отпускаю. Открываю. А, молодец. А, там. А, там. А, там. Это то, обновление, и огни термали перебят. И агровой теряем. А, разобьем. А, дальше. Обещайте. Хорошо. Свободный. Хорошо. Отлично. Теперь у нас есть экипляционный аккурат, который нам нужно размять. Вы помните. Какое упражнение вам запомнить, больше всего, для артикуляционного? Ампирчик. Ампирчик, конечно. Поэтому, давайте делаем губы. Вцулочек, вцулочек. Расценар. 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 О чем еще думаете? Думаете о них тексте выступления, нет? Нет. Правда, нет? Это очень важно, это очень полезно. Нет, вот. Ампирчик, да? Думать о ампирчике. Подумать, да? Ну, давайте, чтобы так вы видите, сейчас перед аудиторией. Хорошо. Да и снасимая сразу такая. Ай, придется, ай, придется, ай, придется. Ах, да, все довольны. Ах, да, все довольны. Ай, придется. Довольны. Ай, придется. Расценар. Ваше аппутируйте. Представляете, что вы рукой теперь на аудиторию и продолжаете делать. Рукой теперь на аудиторию и делаете так. А теперь машинку сделайте. Ваши плачут. А теперь просто лошадка. Хорошо. Ну, были? Давайте теперь наши старые говорочки поговорим. Если еще не сезли, давайте с языком мы поделимся. Упражнения Оля мы сделаем. Давайте сделаем можно упражнение. Все знают, что это. Камни мне надо напоминать. Ну, Оля у нас какая-то таризматичная личность. Лево, право, лево, право, лево, право, лево. А, 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 а. Правда, не прилично. Молодцы. Хорошо. А теперь давайте вспомним. Очевидимый звук. Мо. Могим вас вон. Могим его. Могим его. Могим его. Могим его. А теперь, я не могу. А вы сладкие межчези. Прочувствуйте мышцы. А, 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 а. А теперь буду только сомкнуть. Хорошо. 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 Отлично. Скажите, все, что мы делаем, допустимо делать, ну, где-то в присутствии нам есть? Как вы считаете? Ну, если ты готовишься к чему-то. Можно, правда? Это для того, чтобы эта вещь стала для вас прикладной. Не здесь, на тренинге мы с вами сделали, и все, вы такие молодцы. А там, где нужно. Взяли вы это и сделали. Да? А еще обязательно включайте туда любые стряски и вибрации вашего тела. Помните, мы с вами делали упражнение со звуком и стряском? Выпей с этим. Еще раз. Чувствуйте, как ваше тело все приобретают другую карту. Почувствовали, да? Захотелось еще? Поймем. Все, нет. Почему же? Не только руками, да, а всем, всем творче. Это. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Хорошо. Размялись, почувствовали, что ваш голосовой речь, голосовой аппарат чуть взбодрился, и тело взбодрилось тоже, да? Теперь давайте продышим это всё обязательно, потому что без дыхания, ну, что это вообще? Давайте все заполним, положим руку. Кто хочет, может, сюда второй, может, где-то стало для кого-то яркое. А туда можно просто так, и продышите спокойно через нос, сейчас через нос. Прочувствуйте, как ваша рука проднимается. Хорошо. А теперь, помните, мы с вами делали упражнение «зонтик», тянули вперёд-назад. А теперь я хочу, чтобы вы без рук представили себе, что на вдохе ваши ребра поднимаются вот так, внизу, сами, как «зонтик». На вдохе, прочувствуйте это. Посмотрите, как это происходит на самом деле, а плечи опустим. Да, вот туда, в основании. Чувствуйте, как рунафелька больше делается. Молодцы. А теперь вперёд. Хорошо. А теперь назад. Родная дверка и там расширяются. Угу. Продолжение следует...